Существует такой человек, Рик МакКаллум, продюсер первых шести эпизодов Звездных Войн. И когда-то давно он сказал, остановится ли когда-нибудь Джордж на шести фильмах или снимет все девять. На самом деле, это всегда был один фильм, поделенный на девять частей. Это одна большая сага, история семьи, живущей в далекой-далекой галактике. Потом пришли Дисней. Приветствую. Как быстро время летит. Еще недавно, в году это к двенадцатом, я говорил, что мы, наверное, никогда не увидим продолжение Звездных Войн. Однако, семь лет назад Дисней покупает Лукасфильм, и мы получаем то, что имеем. Из-под их пера фанаты со всего мира с нетерпением ждали седьмой эпизод, который должен был подарить нам смелые идеи и свежие взгляды. Но вместо этого получили сухую картину с весьма слабым и посредственным сюжетом, который больше смахивает на ремейк новой надежды. Но прикиньте, изначально все было совсем по-другому. С огромными, мать их, тихоходками, подводными соклами, звездой рока и многим другим. Да, конечный результат вышел неоднозначным, но до этого варианты были еще любопытней. Боже, в итоге народ и правда разделился на два полушария. Одна половина искренне любит новые эпизоды, другая ненавидит. Раскол на светлую и темную сторону происходит везде. Даже на ebay. Там сейчас развернулась самая настоящая война поклонников, и ты тоже можешь поучаствовать и сокрушить вражеского недруга. Что для этого нужно? До конца ноября заходишь на ebay и выбираешь своего фаворита среди сотни тематических товаров. Штурмовики, комиксы, футболки с Рэй, Кайло Реном, Императором и даже Джа-Джа Бинксом. Лично я топлю за темную сторону, твой за Джа-Джа. Также возможность словить купон на скидку 10%, а 9 декабря будет объявлена, чья сторона силы победила на поле битвы ebay. А непосредственно «Скайуокер. Восход» мы лицезрим в кино с 19 декабря. В общем, тут действительно есть интрига, поэтому переходите по ссылке в описании и помните, ebay сила! Как и забракованные сценарии. Еще в 79-м году Лукас планировал снять 9 эпизодов, поделенные на трилогии, и планировал настолько уверенно, что уже в 83-м спросил Марка Хэмилла, не хочет ли тот сыграть персонажа в 7 эпизоде году так в 2011. Но откладывание приквела в долгий ящик привело лишь к тому, что за год до продажи компании у Лукаса был только 10-страничный тритмент для 7 эпизода. И тот, поговаривают, был написан больше для того, чтобы набить цену перед продажей прав на франшизу. Вот такая многоходовочка. Сюжет повествовал о внуках и детях главных героев. Параллельно Лукас хотел еще глубже нырнуть в мир микробиологии, еще больше подразнить фанатов медихлорианами, но в общем Дисней такой сюжет напугал. В итоге руководство Дисней и назначенный режиссер Джей Джей Абрам сразу отказались от затеи делать центральными персонажами детей Люка, Лея и Хана. Уже тогда они понимали, что может получиться вторая скрытая угроза, где ребенок, мягко говоря, не вывозил. Лукаса поблагодарили, вежливо вернули его черновик, пожали руку и провели к выходу. Студия приняла волевое решение выкинуть расширенную вселенную из канона и написать все с нуля. Возглавил эту процессию Майкл Ардент, который ранее работал на третьей истории игрушек. Ардент написал несколько вариантов, но в сеть попал только один тритмент с названием «Бесконечность не предел». Шутка. «Бессмертное наследие». В начальной сцене нам должны были показать корабль, ныряющий прямо в недра звезды. Нас знакомят с адмиралом Джионом, у которого вместо левой руки, ноги и части головы установлены импланты. Дядька Коварный сжигает недруга, выстроенного в протез огнемета. Огнемет в протезе руки, круто же. То есть где-то глубоко под тьмой располагаются имперцы. И они узнают, где находится Академия Джедаев и собираются ударить по ней. После действия переносится на планету Урадион, некий своеобразный Тибет, вращающийся вокруг звезды. И там располагается Академия Возрожденного Ордена Джедаев. Управляет заведением Люк и его жена Миран. Мы узнаем, что у Люка есть дочка по имени Шак. Увы, у девочки со знаменитой фамилией немного поехала крыша. Она решила, что является избранной из пророчества про восстановление баланса в силе и создала свой альтернативный орден со световыми мечами, блэджеком и тренировками, который позиционируется как что-то среднее между ситхами и джедаями. Серые джедаи. Далее нас переносят на Крусан, где секретный агент, работающий на Лею, крадет сверхсекретную информацию. Мужичка зовут Рейв Таркин. Он внук того самого Таркина из Новой Надежды. Хан Соло стал адмиралом, и он спешно приказывает республиканскому флоту отправиться к этой планете. Сам он с Чубакой, Леей, внуком Таркина и Си-3Пио садятся на тысячелетнего сокола и отправляются спасать своих детей. В итоге все трое действующих лиц наконец-то встречаются. Прилетают имперцы и начинается битва. И как оказалось, во главе вторжения стоит дочь Люка Скайуокера. Республиканский флот терпит поражение, Люк не может сражаться со своей дочерью и сдается в плен, Хан Соло и Чубакка косплеют фильм Прометей, и в ходе битвы решают пожертвовать собой, таранят тысячелетним соколом имперский корабль, чтобы дать возможность детям спастись. Удивительно, что почти во всех версиях сценария седьмого эпизода Звездных войн Хан Соло так или иначе погибал. Поэтому это была не сколько прихоть Джейджи Абрамса, сколько желание Харрисона Форда поскорее сбежать из франшизы. Далее дети Соло, Таркин, Дроиды и еще несколько джедаев решают преследовать злодеев, которые после нападения на Академию надправились в темные миры. Тем временем дочка Люка, у которой поехала крыша, зашла в паспортный стол и сменила имя на Шад Вар, постепенно высасывает силу своего отца, пытаясь надо быть артефакт, который поможет ей отыскать очень важную планету, где по легенде родилась сила. Дочь считает, что галактика стала слишком порочной, и единственный способ спасти ее – это устранить несовершенство. Ну, короче, всех поубивать. Во время пыток Люк видит камео-призрака Йоды, который напоминает, что его отец со временем вернулся к свету, и надо лишь подождать до конца новой трилогии. И после этих слов Йода исчезает из сюжета. Тролль, однако, знатный. Герой также находит планету, где располагается этот артефакт. Туда же высаживается Шад Вар со своей свитой. После стычки она заболучает артефакт и возвращается на корабль. Героям удается сесть на хвост звездному гасителю, после чего они решают захватить его. Но в итоге хорошие парни нагоняют плохих, Люк бьется со своей дочерью, но не может убить ее, а она сбегает сиквел. А того адмирала с рукой огнеметом, внучок Таркина убивает. В финале герои связываются с Леей, сообщают о том, что они останутся в темных мирах и продолжат поиски планеты, артефактов и Шад Вар. Корабль запускает гиперпривод, и начинаются титры To be continued. Сценарий на 70% был готов уйти в работу, но получился он очень странным. То есть в нем были интересные идеи. Не было никаких сноуков и первых орденов, которые вылезли из непонятно откуда и стали мега-злом неуступающих империй. Тут мы видели становление злодейки, расширение мира, подводные баталии, в общем, было где развернуться. Однако было слишком много детишек Скайуокеров, и слив Чубаки с Ханом Соло это было просто жесть. Фанаты бы такое не простили. В общем, Дисней напряг такой подход, они не оценили работу Арнта, попросили его на мороз, а спасать ситуацию пришлось Джей Джей Абрамсу Лорусу Кэздену, который, кстати, старый друг Лукаса и в свое время помогал ему с написанием пятого и шестого эпизода. 9 января 2013 года художник-постановщик Рик Картер собирает команду из лучших дизайнеров, и первых концепт носил название «Огонь и лед» и рассказывал историю война, которая удерживал идеальный баланс между темной и светлой стороной. Он уже не джедай, но и не ситх. Интересной особенностью было то, что у героя должен был быть световой меч из двух цветов, красного и синего. Как итог, не получилось придумать достойного персонажа, который чем-то выделялся бы на фоне таких же борцов за баланс из других вселенных. Да и световой меч в цветах полицейского маячка весьма спорное решение, как и название, которое больно уж смахивает на песнь льда и пламени. Идея отправилась на помойку. Лукас фильм решает, что лучше придерживаться старой формулы. Три планеты на один эпизод, три разных природных сферы. По новой задумке, тысячелетний сокол потерпел крушение, а его команду взяли в плен космические пираты. От всего этого Дисней отказались сразу же, однако с пиратами придумали много концептов. В конечном итоге пиратов заменили на гувианскую банду смерти и канжи-клаб, которую в финальном варианте очень заметно подрезали. Первый узнаваемый элемент пробуждения силы появился созданием главной героини Теи, которая впоследствии станет Рей. По задумке, всю свою жизнь она проводит на планете свалки, куда сбрасывали останки звездных разрушителей. При создании планеты вдохновлялись индийским прибрежным кладбищем морских судов, попавших на разборку. По итогу вырисовывался некий аналог ржавеющей Венеции, построенный из обломков имперской техники. И судя по концептам, это выглядело очень красиво. Жаль, что все пошло под нож, а планету заменили на жалкую копию Татуина. В концептах даже вопрос поиска люка был обыгран очень интересно. Карта находилась среди обломков похороненной в океане звезды смерти из Возвращения джедая. Это невероятно красиво, и я бы посмотрел вводные баталии. Это именно то, что нужно новым звездным воинам. В старых версиях была некая жуткая планета под названием Звездорога. По задумке, оружие злодеев находилось в потухшем вулкане, а энергию черпали из ядра планеты. В конце фильма повстанцы должны были скинуть Джерла Вулкана несколько бомб, тем самым вызвав взрыв колоссальной силой, которая оставит на планете огромный кратер на половину поверхности. В общем, в плане зрелищности идей было много. К примеру, в последнем сражении Кира должна была в одиночку изрезать брюхо звездного разрушителя, тем самым уничтожив его. Но данную стычку никак не могли вписать в сюжет, она также отправилась на помойку. Как только Абброс освободился из проекта Стартрек, он присоединился к команде и начал кардинально менять главного злодея. Изначально это должен был быть калека-киборг, фанатик Дарта Вейдера, который даже на концептах выглядел очень странно, но своеобразно. В итоге его сделали человечным, оставив из протезов только руку и дыхательный аппарат. В итоге на всю робототехнику забили хер, вместо этого мы получили неравновешенного персонажа Адама Драйвера. Кстати, изначально капитан Фазма был суровым мужчиной, но за острые нехватки женских персонажей было решено сменить ему пол. По заявлению главного дизайнера были готовы десятки новых концептов кораблей и прочего транспорта, но студия, опасаясь рисков, пропустила лишь легкий редизайн старых моделей, ссылаясь на то, что им не нужно создавать новую вселенную. Страшно представить, сколько времени и сил положили художники на создание этих оригиналей и, по мне, отметить, что образы Хана Соло и Чубаки отличались от финальной версии. Так, Соло больше был похож на закаленного в боях ковбоя, а Чубака умудрился где-то потерять правую руку и пришить вместо нее протест. В итоге, эти персонажи, даже маска нато, выглядели так. Посмотрите, это выглядит действительно очень интересно. Будто целый, неизведанный, незаконченный фильм остался за ширмой. Оттого, это выглядит очень завораживающе и таинственно. Но в итоге, персонажей перетусовали, упростили их дизайн, упростили дизайн планет, срезали абсолютно все наработки и получился очень аккуратный софтовый ремейк новой надежды. То есть, на студии сидели не тупые, они реально хотели предложить новую, интересную, ну или хотя бы красивую историю. У них с этим все было в порядке, однако, страх экспериментировать и разозлить фанатов очень подкосили диснеевцев и в итоге мы получили то, что получили. Это был самобытный хаос, огромное количество ярких и неординарных идей, но в итоге мы получили стерильную копию. Это лишний раз доказывает, что Лукас был создателем со своими недостатками и преимуществами, а Джонсон с Абросом лишь ремесленники, которые могут работать только во славу конвейера. Как итог, студия долго ходила возле интересных, ярких и смелых концептов, но банальный страх расстроить давних фанатов отвел и в сторону беззубого кино, которое боится бросить нам вызов, проявить характер и отсеять недовольных. Студия браковала каждую красочную сцену, опасаясь критики. Потенциал главного героя не раскрыт и на малую половину, и не обновления настолько избирательны, что едва заметны столько лет спустя томительного ожидания. Обидно, что все эти годы фанаты были уверены, что за стенами студии под дикой секретностью творится самая настоящая магия кинематографа. Каждый месяц и год ожиданий воспринимался как нечто, что идет только фильму на пользу. Но суровая реальность оказалась, как всегда, горькой и неприятной. Все, чем занимала студия, это отбирало из всего количества предложений, которых было безумно много, самые безопасные и нерискованные идеи, чтобы улучшить рейтинги и поднять кассовые сборы, но не усилить любовь в сердцах фанатов. Собственно, именно поэтому каждая часть новой франшизы собирает все меньше и меньше денег в прокате. Не удивлюсь, если Скайуокер Восход окажется самой неприбыльной частью среди всех девяти. Ну, в общем-то, за что боролись, на то и напоролись. А жаль. Что ж, а какой вариант развития сюжета больше всего понравился вам? Или вас все-таки устраивает пробуждение силы? Обязательно пишите в комментариях, мне реально интересно. Также мне хочется понять и прощупать свою аудиторию, насколько вас интересуют Звездные войны, потому что я на полном серьезе после Скайуокера Восход. И когда закончится первый сезон Мандалорца, хочу сделать либо киномыло, или, чем черт не шутит, игромыло. Поэтому обязательно пишите, все зависит от вас. А заодно напишите, кто больше всего вас раздражает в новой диалоге. Потому что у меня вот... Она, да... Уйди! Я не расист, но уйди! Лайк поставь, подпишись, сила с тобой приди. Всем пока, всех уйду, ну, в общем, да. Уйди!